ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем рассуждать о том, чем дружба отличается от знакомства, а драконы от динозавров. Хорошо иметь настоящих друзей, правда же? Или хотя бы одного, но самого близкого, верного и преданного друга, с кем можно обсудить что угодно, кто всегда тебя поймет, с кем никогда не скучно. Хорошо иметь много приятелей и знакомых. Возможно, они ваши не самые близкие друзья, но вас связывают одни интересы, вы вместе делаете что-то увлекательное, можно даже сказать, у вас много общего. А вот у драконихи Сильвии не было никого, ни близкого друга, ни приятелей. Несмотря на уютный зеленый дом на вершине горы, Сильвия была очень одинока. Дело в том, что она осталась единственным, последним драконом на Земле. Это значит, что друзей и знакомых среди других драконов ей взять было просто негде. Она грустила и вздыхала по этому поводу. Как-то эти вздохи услышала маленькая птичка, которая вела гнездо на ветке. Сильвия решила помочь птичке с хлопотным делом строительства дома. Так большой дракон и маленькая птичка стали друзьями, причем самыми настоящими и близкими. Вот просто не разлей вода. Они все делали вместе, и им было очень весело. Но все равно они были не совсем в равных условиях. Птичка могла иногда улететь почирикать с другими птичками, а Сильвия точно знала, что на Земле она единственный дракон. Но однажды Сильвии пришла в голову важная мысль. Может быть, драконы остались на Луне? Тогда стоит слетать туда и проверить. Правда, ей совсем не хотелось расставаться с птичкой. Какое же решение примет Сильвия? Я вам не скажу. Об этом вы узнаете, когда прочтете книжку-картинку Кэтрин Рейнер, которая так и называется «Сильвия и птичка». А пока же я прошу вас поразмышлять о том, что дружба – это не только веселые игры вместе и совместные интересы. Это еще и забота друг о друге и ответственность друг за друга. Именно они показывают, настоящая это дружба или ни к чему не обязывающее знакомство. Сильвия и птичка, кстати, оказались настоящими друзьями. Возрастная маркировка книги 0+. Если драконы – существа вымышленные, то их ближайшие родственники – динозавры – самые, что ни на есть, реальные. Каждый, кто хоть раз был в Палеонтологическом музее, мог своими глазами в этом убедиться. Но каждый день ходить в музей сложно, а узнавать новые о динозаврах хочется постоянно. В этом вам поможет издание Эмилии Дзюбок «Динозавры. Моя первая книга». Как следует из названия, она для тех, кто только-только полюбил древних животных, очень хочет познакомиться с ними поближе, но пока еще не приобрел большого объема знаний в этой области. В этой книге древний человек по прозвищу Косматик случайно находит машину времени и отправляется на ней в прошлое на 250 миллионов лет назад, в начало эры динозавров. И дальше, перескакивая примерно на 50 миллионов лет вперед по временной оси, Косматик изучит, как менялись древние животные вместе с изменением климата и в ходе эволюции. Кстати, вам придется помогать Косматику в его путешествиях во времени, а то его стараниями несколько динозавров оказались нашими современниками. Нужно срочно вернуть их в прошлое, иначе им будет одиноко, как драконихи Сильвии. Ну что, вы готовы помочь? Тогда «Динозавры. Моя первая книга. Эмилия Дзюбок» ждет вас. Возрастная маркировка издания 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Кэтрин Рейнер «Сильвия и птичка» и «Эмилия Дзюбок. Динозавры. Моя первая книга». Послушать программу можно на сайте детского радио детиfm.ru в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Почитай-ка!